Благо Господа, я вас всех приветствую, любовь Иисуса Христа. Я хочу сказать, время действительно идет очень быстро. Время идет очень быстро, мы фактически прощаемся. Хотя мы будем еще здесь, мы будем еще в пятницу здесь, и молодежь еще будет между собой иметь общение, и еще будет детская конференция. Завтра мы поедем в Маалот, и в пятницу мы уже улетаем. Оно так и получилось, как я сказал, сейчас не помню, где мы были, в Аждоди, да? Да, на втором служении в Аждоди. Мы были здесь второй день, и было такое ощущение, что мы здесь две недели. Я сказал, ну когда нам придется уезжать, будет казаться, что мы были сегодня несколько часов. И оно действительно так, это время пролетело очень быстро. Вот, я прошу прощения, что мы, может быть, чуть-чуть так опоздали. Опоздали. Мы, конечно, не гуляли по Иерусалиму, хотя он, Давид, правильно сказал, по-моему, что не для этого слова. Мы фактически были у стены плача, прошли по туннелю, и мы частично опоздали из-за того, что мы не знали, что на Голгофе, вот это место, гроб в саду, что там перерыв. Они умоляли меня все-таки туда их отвезти. В результате мы выехали на час позже, и мы бы так и приехали к шести часам, и у нас немножко походный вид у всех. Вот, я думаю, вы нас простите и можете это вместить. Но это не просто что-то посмотреть. Это не просто что-то посмотреть. Это возможность, которую я очень ценю, я так скажу, для наших детей, для моих детей. Они все маленькие и большие. Вот, поразмышлять на этих местах, может быть, поплакать, там, где мы все вместе плакали, молясь у этого гроба в саду. Я понимаю, что не в гробе дело. Плакать можно везде. Но есть какие-то вещи, какие-то места, которые любил Христос. Есть какие-то места, которые с Ним связаны. И мы не можем их так просто обойти, так же, как мы что-то в нашей жизни вспоминаем. Плохо, если эти места становятся слишком значащими много для нас. Плохо, если мы связываем свою духовность с этими местами и думаем, что мы такие духовные, потому что мы живем в Израиле, или были у гроба Господня, или если мы помолимся у стены плача, то Бог особенно услышит нашу молитву. Это неправильно. Но я думаю, все-таки те вещи, о которых говорили пророки, псалмопевцы, они должны как-то и нас затрагивать. Вы знаете, что я очень люблю всегда смотреть, находясь у стены плача. Я птичек люблю смотреть там. И я когда первый раз в 94-м году приехал, я сказал, снимите мне вот этих птиц. И сегодня сказал Валерий, Валера, снимите их птиц обязательно. Он говорит, а что ты будешь делать? А я буду, говорит, псалом читать, пока ты будешь это снимать. Я читал с 83-го псалма, где сыны Кореевы говорили, и птичка находит себе место, где положить птенцов своих, у алтарей твоих, Господи, сил. Знаете, может быть, мы не всегда об этом думаем. Я эти слова впервые оценил, не когда я попал к стене плача, а когда мне было трудно, наверное, как сынам Кореевым. Может быть, им труднее было, но что-то аналогичное было. И мне так не хватало близости Бога. И в этот момент, я-то не знал, что Он ближе ко мне, чем я это чувствовал. И в этот момент я понял этих людей, которые хотели спорхнуть и оказаться рядом с Господом, а путь оказывался труднее. И когда я увидел этих птиц, порхающих по этим вековым камням, я вспомнил это. Я вспомнил это. Я думаю, это очень о многом говорит на самом деле. Я вспомнил не потому, что мне просто птицы нравятся, хотя птицы это... это действительно очень... очень прекрасно. Когда мы были на горе, где Христос сказал Нагорную проповедь, и мы там провели прекрасное служение, вы знаете, они все время над нами чирикали. Как будто они что-то вместе с нами хотели сказать Господу. Они могут сказать, если львы могут просить о добыче, почему птицы не могут славить? Могут славить. Оно говорит что-то. И дело не в птицах. А дело в том, что всякий раз, подходя к стене плача, я вспоминаю этот псалом. И птичка имеет возможность положить своих птенцов, слювить свои гнезда у алтарей Твоих, Господи, сил. Я думаю, когда наше сердце близко к Господу, мы можем радоваться величию Его творения. Мы можем наслаждаться совершенно по-особому рассветом и закатом. И мы можем в творении Божьем, особенно в том, что связанное творение Божье с теми местами, где Бог что-то делал Сам, находить для своей души что-то очень прекрасное, утешительное, что может быть не такое имеет большую важность с точки зрения догматики и здравого учения, без чего ничего нельзя построить, но оно способно наше сердце размягчать, наше сердце умилять. Конечно, я понимаю, что в принципе то место, о котором мы говорим, как о протестантской Голгофе, что там на скале действительно производит впечатление, что виден череп, оно не определяет наше отношение к распятию Христа. Но почему-то там хочется плакать. Почему-то там хочется плакать. И когда я вижу, что не я один там плачу, но кто-то из рядом стоящих со мной, молодых людей, тоже плачет, я не думаю, что это религиозность. Я думаю, что сердце умиляется. Важно только, чтобы это не осталось одними эмоциями, а превратилось в жизнь, посвященную Господу, любящий Его и следующий за Ним. Поэтому я немножко объясняю наше опоздание и все. И то, что мы делали, я думаю, что в этом нас Господь благословил. Я думаю, что многие из тех, кто был сегодня вместе с нами, не только наша молодежь. У нас было 35 человек. То есть это два раза, сколько мы приехали. Я думаю, что многие, многие это не забудут. Я еще подумал, у меня такая появилась мысль, когда я в первый раз предложил спеть этот старый пасхальный псалом «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ», я понял, что наша молодежь его не знает. Я думаю, они запомнили это на всю жизнь. Хотя он и по-русски. Думаю, они запомнили это на всю жизнь. Я думаю, что это многие запомнят на долгие года. И это есть, я скажу, то, что доставляет мне радость. И я за это Господу благодарю. Хотя я прошу вас прощения и хочу, чтобы это понятно было. Но мы перейдем к Слову Божьему, поскольку сегодня разбор слова. Я думаю, что мы будем продолжать с вами разбирать 11 главу 1 послания к Коринфянам. Хотя я немножечко, может быть, пойду таким путем. Я думаю, братья не будут против. Я хочу сделать такой взгляд на всю 11 главу. Сначала сделать такой маленький обзор, такое маленькое созерцание, что связано с местом 11 главы в 1 послании к Коринфянам вообще. Но сначала я хочу повернуться, обратиться к книге «Исход». Потому что братья просили меня немножечко коснуться этого вопроса. «Исход» 4 глава, с 24 по 26 стих. Тогда я начну даже с 22 стиха, где Господь говорит, обращаясь к Моисею, и говорит ему такие слова. «И скажи фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». Дорогой на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. «Тогда Сепфора, взявший каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего, и, бросив к ногам его, сказала, «Ты жених крови у меня». И отошел от него Господь. Тогда сказала она, «Жених крови по обрезанию». Я не совсем понял, в чем, может быть, в чем суть вопроса, но я понял, что братья хотели, Гриша сказал, чтобы я это место объяснил. Это место действительно очень необычное. Это место очень необычное, но оно заставляет нас быть очень серьезными. Собственно говоря, когда Бог призывал Моисея, надо сказать, Он все время предлагал кого-нибудь другого послать. Это на самом деле тоже не такая вещь простая, как некоторые думают, что Моисей малодушествовал. Я понимаю, что Бог очень часто, очень часто испытывает желание человека служить Его, доводя человека до крайности. Знаете, когда мы приходим к Богу, у нас есть немало таких желаний, ревности. Она хорошая, но она и плотская. Человек хочет быть евангелистом, потому что он хочет нести Евангелие, ну и потому что ему приятно. Бог его благословляет. Ему радостно видеть, как других людей Бог благословляет. У человека мешается духовное с плотским. Не случайно написано, что воздам тебе обеты, это 65-й псалом, который произнес язык мой в скорби. Бог начинает с человеком свою работу и очень часто приводит его к такому состоянию, где человек начинает понимать, что значит жить с Богом и служить Богу. то очень многие из тех вот пристрастий, таких плотских, они в этот момент улетучиваются. И то, что кажется в человеке первоначальным горением, оно исчезает, оно перегорает. Именно в этот момент Господь спрашивает, любишь ли ты меня? И когда он слышит ответ, подобный тому, как он услышал от Петра, ты знаешь, что я люблю тебя, он посылает его на труд. В этот момент человек находится совершенно в другом состоянии, чем новообращенный человек, который горит ревностью послужить Господу, но не может иногда отличить, где в нем действительно желание служить Богу, и где в нем есть такое человеческое вдохновение, которое просто реализуется, я так скажу, на религиозной ниве. Когда человек идет путями трудными, и на этих путях он видит, что значит ходить по Божьим путям, когда он начинает понимать себя самого, когда ему приходится проходить под этим холодным северным ветром, у него очень многое улетучивается. Некоторые люди в этот момент вообще разочаровываются, отступают. Они видят проблемы церкви, они видят проблемы людей, они видят свои проблемы. Но в этот момент снова и снова Господь спрашивает, любишь ли ты меня? И он доводит человека, я так, может быть, немножко грубовато скажу, до своего рода бесстрастия, когда уже ничего плотское его не движет. А потом говорит, иди и своводи мой народ. Моисей говорит, нет, кого-нибудь другого пошли, он уже не рвется быть первым, он не хочет быть первым, но вот этот человек ему нужен. Потому что понести сердца трех или там четырех миллионов людей, очень эмоциональных, народа отнюдь не такого небурного, скажем, для этого нужна сила. И то, однажды не явил святости, мы знаем, чем это кончилось. Однажды возмутили дух его. Но тут десять детей не слушается, голова кругом идет. Что я родил их всех? Что мне носить их на руках? Но Богу нужен этот человек, не у которого эмоции двигают, а у которого жизнь отдана. Такой человек понесет, сделает, совершит то, что надо. Поэтому это не случайно, то, что произошло. Но дальше случилось то, что мы читаем. Моисей сказал «да», он ответил Господу положительно, он пошел исполнить волю Божью, вдруг Бог встречает его в определенный момент и хочет его убить. Да? Так написано. «Дорогою на ночлеге случилось, что встретил Господь и хотел умертвить его». Почему? На дело Божье, даже имея призыв Божий и благословение Божье, нельзя выходить с нечистотой. Это вещь очень опасная. Когда-то жил такой математик, физик в Греции, Архимед, он сказал фразу «дайте мне точку опоры, и я переверну мир». Конечно, это было очень дерзкое высказывание, но оно отражало какую-то мысль, что он нашел в законах природы, что можно сделать. Вот проблема заключается в том, что когда дьявол имеет в нас место, он просто нас опрокинет. Я знаю немало людей, которые, проходя трудности, выходили на Ниву, получали благословение и в этот момент падали, потому что в их сердце были проблемы. Были глубокие проблемы, и это сердце было не обрезано. Моисей шел, у него была проблема, он-то сам был обрезанный, с детьми была проблема. Что там было, мы не знаем, но, видимо, там что-то было с его женой связано, потому что он ничего уже делать не мог. Она очень быстро сообразила, что надо делать. И слово не говорит нам, что он ей какой-то совет дал. Она очень быстро сообразила, что надо делать. Может, она в чем-то была не согласна. Может быть, сама процедура ей казалась какой-то какой-то странной. Но так бывает, что духовные вещи, они людям кажутся странные. Мир очень часто говорит, что это вы все время о крови говорите? Ну, что это у вас за религия такая? Кровь Христа, кровь во время препятствий. Какие-то прямо, извините, я говорю так, как кровопийцы какие-то. Но мы знаем, что мы не кровопийцы. Мы знаем, что для нас, что для святых людей слышать о пролитии крови это не мыслимая вещь, отчего они отвращают свои глаза. Но мы знаем, что такое кровь Христа ценностью, драгоценностью и силой ее. И похоже, я говорю, похоже, что она это не понимала. Но когда она увидела, что Бог, она не была, интересно, что она не была совсем недуховным человеком, но когда она увидела, что Бог начинает судить ее мужа, она поняла, что надо это сделать. Что то, что требовал, наверное, он с ее, это должно быть выполнено моментально. Но это она и сделала. И сказала, видимо, ей это было как-то не очень просто понять, она сказала, ты у меня жених крови. Для нее, видимо, вот это сама такая кровавая процедура, вот, болезненная, какая, какой матери приятно, чтобы ее ребенок болел, страдал, мучился, переживал. Вот она была для нее какая-то, видимо, тяжелая процедура, но она поняла, что это нужно сделать. И сама, как мать, это сделала. И сказала, ты у меня жених крови по обрезанию. И тогда Господь от него отступил. Я понимаю, что это для нас говорит следующее. то есть я уже это сказал, что если мы хотим, чтобы Бог действительно нас использовал, и чтобы мы в момент Его благословений не упали, нам нужно очень внимательно следить за тем, как обрезано наше сердце. Потому что обрезание это мы, служащие Богу Духом, хвалящиеся Христом Иисусом и не на плоть надеющиеся. Это очень серьезная вещь. Я впервые с этим столкнулся в Москве на таком необычном примере. Там было несколько, я рассказывал, может, кому-то этот уже пример. Там было несколько сестер, которых Бог очень сильно использовал как пророческие сосуды. В свое время братья приезжали с разных мест России. Я встретил их уже сильно пожилыми людьми, и что меня неприятно шокировало, это были совершенно плотские люди. Это было ужасно. ужасно. Я видел их жизнь в семье, где их дети вступили в брак. Я скажу, неверующие родители часто не создают таких проблем своим детям в браке, как эти люди. И я тогда стал размышлять, что же вообще это такое, как это вообще могло быть, почему они к этому состоянию пришли. Исследуя Писание, размышляя, я понял, я пришел к следующему выводу. Эти люди когда-то искали Господа, и Бог их благословил, действительно благословил. Но в этот момент, получив сильное благословение, они настолько им увлеклись, что они перестали думать, какой плод. Как Павел говорит, проповедую другим, чтобы самому не остаться без плода. Они какие-то маленькие вещи появлялись, но Бог их благословлял, им это было очень приятно. И они шли вперед, Бог их использовал, но они пропустили важный момент, что они с Христом уже давно не собирали и расточали. Наступил момент, когда Бог перестал их использовать. Почему, я не знаю, может быть, опустошение достигло каких-то пределов, может быть, еще что-то. И в этот момент выяснилось, что этих людей ничего за душой нет. Я не хочу, чтобы вы только подумали, что это за пророков, хотя к людям, которых Бог использует с дарованиями, это особенно важно. Я отношу это к себе как к служителю. Мы всегда наставляем молодых служителей, когда готовим их на рукоположение, говоря, что ваши отношения с Богом должны хотя бы на полшага шаг идти впереди вашего служения. Как бы Бог вас не благословлял, ваши отношения не важнее. За каждым человеком Бог стоит, и стоит впереди, и стоит сзади, поддерживая и ведя. За служителем он должен стоять два раза. Один раз в помазание, которое человек получает, и второй раз, чтобы он был сосудом, пригодным Господу на всякое доброе дело. Если второе будет исчезать, то, хотя помазание будет действовать, человек будет идти медленно, но верно к опустошению. Это относится не только к служителям, это относится к любому человеку, молодому и пожилому, чем бы ты ни служил Господу, в евангелизации, в пении, в стихотворениях, чтобы твои отношения стояли на первом месте с Господом. Это очень часто более трудная работа. Когда Бог нас использует, Он нас благословляет, знаете, так приятно, хорошо, здорово, а стоять на молитве и двигаться вперед на пути возрастания, распиная плоть со страстями и похотями, эта вещь не всегда такая приятная и легкая даже у людей, достигших определенной духовной зрелости. Но очень важно, чтобы мы это не позабыли и не потеряли. И в этом смысле пример Моисея помнили, помнили, что человек, служащий Богу, даже если Бог посылает его на труд, он встретится с большими проблемами и противостоянием самого Бога, если в этом служении не будет того единства с Богом, того завета с Богом, тех условий святости, которые Бог ставит человеку в отношении его самого и, может быть, в отношении его семьи, если речь идет о служителях, которых ставят на достижение. Я думаю, понятно, да? Или я что-то из тех вопросов, которые были, не ответил? А, почему жених? Извините, я не понял. Что? Ну, я думаю, это таким образом. Я думаю, что здесь святость идет вот о чем. Понимаете, жених, жених, это человек, который к невесте, наверное, самый близкий, да? Здесь была какая-то проблема. Здесь была какая-то проблема. Любой человек, любая жена, любая невеста, она хочет, чтобы у них было единство. Здесь была какая-то проблема. Здесь было что-то, что-то, что их вместе не соединяло. поэтому, когда она это сделала, она сказала, ты жених крови у меня. То есть, она в этом увидела, увидела не только то, что она его спасла, она в этом пришла какой-то какой-то новой близости с Моисеем. Она в этом пришла какой-то новой близости с Моисеем, как невеста с женихом. И поэтому она сказала, потому что она поняла, что вот это отсутствие того, отсутствие того, что их дети обрезаны, она лежит каким-то препятствием между ней и Моисеем. В частности, что она может стать причиной смерти того, кто, я думаю, ей был очень дорог, как жене. Я думаю, это понятно, да? Или вопрос немножко как-то по-другому? Да? Я думаю, что это вот так примерно. Хорошо, да? Ну что, мы перейдем к первому посланию к Коринфянам, да? К одиннадцатой главе. Я, может быть, даже не буду очень сильно двигаться по тексту. Оставлю это братьям дальше делать, как они это и делали. Я немножко хочу посмотреть на эту главу. Вы, естественно, читали эту главу, да? Да? Вам где-то глава знакома? У вас Библия с собой есть, если ты разбор слова, да? У всех? У всех должны быть Библии. И я понимаю, что то место, которое будет разбираться, оно должно быть прочитано минимум два раза. Хорошо, если на двух языках. Я не уверен, что все могут легко читать на еврейке. Ну, в Германии, я говорю, что по-немецки и по-русски. Хотите два разных перевода, чтобы немножечко, немножечко подумать над этим текстом, почувствовать его. Ну, во всяком случае, я надеюсь, что все эту главу прочитали, да? Что я хотел сказать. Если послание к римлянам, если послание к римлянам, это по сути дела послание, которое учит нас жить в благодати. То послание к коринфянам, оно в большой степени, вы меня правильно поймите, я не хочу все так заузить, я понимаю, что Слово Божие, оно очень многогранно, многопланово. Но все-таки в послании к коринфянам мы видим очень многое из того, как должна жить церковь. И оно показывает, я так скажу, содержательную сторону духовной жизни. Если послание к римлянам, оно учит нас жить в вере, оно учит нас освящаться, оно учит нас, как мы оправдываемся по благодати, что это вообще такое в жизни. Вот, я сейчас не имею возможности это все просто подробнее объяснять. То послание к коринфянам, оно говорит к церкви, которая имела духовные дарования, которая имела веру, в которой утверждено было свидетельство Иисуса, как написано, но которая имела определенные духовные проблемы. Эти проблемы были достаточно большие, так что некоторые люди даже склонны ставить под сомнение весь духовный опыт коринфской церкви из-за их острых проблем и подчас очень таких неприятных проблем, с которыми они сталкивались. Я так не склонен мыслить. Я понимаю, что в этой острой борьбе, в которой оказалась коринфская церковь, Дух Святой хотел показать нам и показывает нам содержательную сторону духовной жизни. Что я имею в виду? Когда человек обращается к Богу, когда человек кается, когда человек уверует в Господа, у него, Бог возрождает его свыше, у него происходит обновление жизни, он начинает жить в благодати и возникает вопрос, возникает вопрос, а как это будет проявляться в жизни? Как это будет проявляться в жизни? Это должно проявляться в жизни. Это должно проявиться в изменении отношений с родителями. Это должно проявиться в изменении отношений на работе. Оно должно проявиться в отношении на работе. Оно должно проявиться в отношении в школе, с братьями и сестрами. То есть, вот это содержательная сторона жизни. Мне можно говорить, ты знаешь, у меня благодать, я живу такой благодать, и мне так хорошо, но я всегда сразу буду спрашивать, расскажи мне, что с тобой происходит. Знаете, когда мне приходилось сочитывать браки, я вообще не очень люблю сочитывать браки, которые я не готовил, но иногда мне приходилось. Один из первых вопросов, который я задавал жениху невесте, был всегда, вы уже успели поссориться? Они смотрели на меня круглыми глазами и часто недоверчиво, чего я собираюсь выяснить. Но у меня была одна вещь, одна цель. Ну, если они не поссорились, то хорошо. Если они успели поссориться, это тоже не так страшно. Но мне интересовало, как они из этого положения выходили. Вот что меня интересовало. Потому что это содержательная сторона любви. Я тебя так люблю, я с тобой до смерти, а потом первый же конфликт, он, она меня не понимает. Вот это содержательная сторона любви. Как я могу обращаться с другим человеком в браке? Как я могу мое стояние в благодати применить к моей повседневной жизни? От этого очень много зависит. От этого очень много зависит. Люди могут говорить правильные слова о благодати и стоять в лжеучении. Потому что они содержательную часть совершенно упускают из вида. Они упускают из вида содержательную часть. Они берут учение о благодати и наполняют его таким содержанием, что в них не будет видно никогда образа Иисуса Христа. Понятно, что я говорю, да? Иисус Христос не пришел принести на землю новый закон. Он заменил закон заповедей учением в себе самом, устрояя нового человека. В этом смысле все заповеди Христовы – это не просто подчиненность закону, пришедшему на смену Моисееву. А это научить человека отражать в себе Божьи качества. Отражать в себе то, что составляет качество святости, целомудрия, чистоты и любви, которые даны нам в Духе Святом. В этом смысле отношения между мужем и женой, они отражают отношения Христа с церковью. Отношения повиновения, которые существуют, должны существовать среди христиан, и отношения руководства, которые имеют родители над детьми, мужья над женами, служители в церкви, они отражают какие-то тайны, я так скажу, может быть, грубо, взаимоотношения троицы внутри себя. Они отражают что-то, что характеризует личность Бога. Поэтому и написано, чтобы мы подражали Богу, как дети возлюбленные. И если этого нету, если этого нету, то у нас есть опасность превратить благодать в повод к распутству. Потому что благодать – это всегда двустороннее действие. Не будет учить каждый ближнего своего «познай Господа», потому что все от малого до большого будут знать меня, и буду я милостью к неправдам их, и беззаконие их не вспомню больше. Прощение грехов открывает нам действие благодати, но у этой дорожки есть и вторая сторона. Как дороги с двуторонним движением. У этой дороги есть вторая сторона. Напишу законы мои в мыслях их, и в сердца их вложу их. Если я только живу прощением, но не являюсь христовым учеником, благодать будет превращаться в повод к распутству. Это ученичество заключается не только в том, что я знал бы правила и положение церкви, это тоже очень важно. Но оно заключается также в том, чтобы я, как христианин, мог отражать образ Иисуса Христа в моей жизни. Ибо Бог призвал нас, предопределил нас быть подобными образу Сына Его. И фактически христовые заповеди, они призваны быть для нас не тем, через что мы собираем достоинства свои перед Богом. Я честный, я порядочный. Они должны быть тем, кем они были для Христа. Он сказал, у меня есть пища, которую вы не знаете. Моя пища творить волю пославшего меня и совершить то, для чего Он призвал меня. Это и наша воля, и наш смысл. Исполняя заповеди, мы этим самым ходим доброй совести, укрепляемся в вере, укрепляемся в вере и показываем, что мы едины с Богом в Духе, давая Богу нас воспитывать. И преобразовать нас от славы в славу в тот же образ, как от Господня Духа. Это не может быть без заповедей. Потому что мы должны принять Божий путь, взять свой крест и под этим крестом, идя за Христом, любить Его. И Христос сказал, если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. На этом наша вера растет, на этом наша вера содействует нашему исполнению Слова Божия, на этом мы приходим к познанию истины. Эта содержательная сторона, она очень важна. И вы можете видеть, вы можете видеть, что об этом говорит послание. Первое послание Коринфянам. Женя сегодня говорил, наблюдай каждый, как строишь. Содержательная сторона, она будет испытана. Мы видим это же самое, когда апостол Павел, например, в пятой главе говорит о грехе, который проник в церковь, говорит об отлучении. Он показывает содержательную сторону жизни, что может быть в церкви, что не может быть. Он говорит об этом в 12, 13, 14 главе, который вы будете разбирать, немножко позже, как я понимаю, где он показывает, какое место имеют дары духа в жизни церкви и как это соединяется с настоящей духовной жизнью. Понятно, да? 11 глава, 10 глава, она говорит о важности последования за Христом и о важности внутренней духовной чистоты, о том, чтобы не было контакта с идолами, о том, что человек спасенный должен последовать за Христом, чего он должен избегать, вот, что он должен делать, вот. В основном, это 9 и 10 глава, это речь идет о, значит, о каких-то столкновениях с чем-то, что не от Бога, и говорит о том, как мы должны последовать за Богом, и какова должна быть содержательная сторона нашей жизни на примере Израиля, шедшего через пустыню. Я понимаю, что 11 глава, она говорит о какой-то очень тонкой стороне внутреннего образа христианина. Я не знаю, понятно будет это или непонятно, я бы сказал, речь идет о духовном имидже, внутреннем духовном имидже христианина, то есть духовном образе. Имидж – это как человек выглядит. Есть имидж у бизнесмена, есть имидж у, скажем, там, у ученого, определенный образ, так, как он себя представляет. Я понимаю, что 11 глава, она говорит вот об этом имидже, этом образе христианина, о внутреннем духовном образе, который видит Бог. Она, это 11 глава, и начинается с слов. Итак, будьте подражателями мне, как я Христу. Она с этого и начинается. Речь не идет здесь о каких-то уроках, которые преподаются как обучение. Речь идет о том, что мы называем традициями. То, что западное христианство во многом сегодня отрицает, беря только одну сторону этой проблемы, то есть недобрые традиции фарисеев, в то время как традиция, она является передачей усвоенного кем-то духовного опыта не посредством обучения, а посредством подражания и принятия. И без этого не бывает ничего. Просто надо понимать, где мы передаем то, что мы от Бога приняли, и где мы передаем человеческое. Чтобы люди научились действительно усваивать, усваивать духовный опыт, который дан нам в Библии, благодаря личному познанию сердца и головы, и благодаря тому, как они этот опыт видят в других людях. Этот опыт не всегда можно объяснить. Вот мы ценим опыт нашей церкви, нашей подпольной церкви, нашего братства. Мы не всегда даже все вещи объяснить можем. Но я знаю, как мы смотрели, как действовали наши братья. И видели в этом благочестие, чистоту, верность Богу. Я когда пришел впервые в подпольную церковь в Москве, я скажу, я проповеди слышал не хуже раньше. Но были вещи, которых я нигде не видел. Не видел, заметьте, как я говорю. Это была жертвенность. Я видел, что каждая из этих бабушек, она идет на служение без уверенности, что она вернется домой. Но она шла на служение. Я видел, что эти люди, получив прощение в крови Христа, они, в отличие от многих других христиан, хотят эту благодать превратить в практическую святость жизни. Эти люди были честные к себе. Может быть, даже иногда, на мой взгляд, слишком строгие к себе. Беспощадные к себе. Это было не совсем правильно. И между этими людьми существовала очень сильно связывающая их любовь. Я понимаю, что это уроки, которые... Вы понимаете, что я не могу это объяснить. Я не могу это объяснить. Я знаю, о чем я говорю. Вы можете примерно, может быть, догадаться, глядя на то, как, скажем, мы относимся с Женей, с Гришей, с Леней, с братьями. То, что мы видим. Но это то, что человек увидел. То, о чем я буду говорить. То, что я буду разными словами пытаться передать вам и в других местах. Но мое познание этого пришло не от того, что мне объяснили какие-то богословские истины. А от того, что я увидел воплощение евангельских истин, или то, что я называю содержательной стороной жизни в благодати в других людях. Я понятно говорю, да? Вот это Павел говорит. Он говорит, подражайте мне, как я Христу. И он касается в одиннадцатой главе двух вещей. Он касается взаимоотношений мужа с женой. И он касается взаимоотношений, он касается вечери. Это очень серьезная вещь. Если мы посмотрим в этом смысле. Я, по-моему, уже когда-то говорил даже и здесь. Когда я пришел в церковь, там было такое пророчество. Бойтесь удобного христианства. Может быть, даже чуть по-другому. Бойтесь удобного, респектабельного христианства. Вот современные пасторы многие, они хотят быть респектабельными. Чтобы у них был аккуратный вид там. Ну, я не против, чтобы у человека был аккуратный вид. Но они хотят вот так немножко блеск показать. Показать свою значимость. Любят, чтобы их уважали. Считают, что это представляет лицо церкви. Но проблема в том, что тех, которым достоин мир не был, они скитались в мелотях, кожах, кожах, терпя недостатки, скорби и ослабления. Женя об этом сегодня говорил. Какой имидж для нас дорог. Что мы хотим. Я очень благодарен Богу, что люди, которые стояли у моей духовной колыбели, это были люди, которые говорили. Есть люди, которых Бог благословляет, и все знают, что это благословенный служитель. Но настоящее благословение заключается в том, чтобы ты был незаметен, а следы после тебя оставались. Следы того, что Бог сделал. Я очень благодарен, что одним из людей, который рядом со мной был, это был человек, который 18 лет отстрадал за Христа. И который много лет спустя однажды сказал, я никогда не боялся идти в УЗы, потому что с первого дня моего обращения я был готов каждый день умереть за Христа. Я это узнал много лет спустя. Но сам вот этот положенный на алтарь, положенный на алтарь жизнь, и образ жизни с этим связан. Человека отнюдь не такого мягкого и легкого в обращении, он оказался очень важным. Человека, который смертельно, до смерти, до сегодня отказывался от всяких контактов с государством, вплоть до того, что дал в интервью одной из центральных российских газет, на что мы не будем регистрироваться ни при какой демократии, не потому что мы ей не доверяем, а потому что у церкви и у государства разная природа. Я не буду сейчас обсуждать эти вещи, я не буду комментировать, что правильно, что неправильно. Я хочу сказать, вот этот образ пастора, который готов выйти за стан вместе с Христом, он оказался для меня драгоценным. И мы должны это понимать. Есть большая опасность, когда мы хотим иметь образ, который респектирует, уважает этот мир. Я не хочу сказать, что мы должны сделать специально, чтобы все нас презирали. Мы должны просто искать славу не у людей, а искать славу у Бога. Искать славу у Бога и бояться удобного христианства. Не в смысле, что паниковать, а понять, что это неправильный путь. А правильный путь подражать апостолам, как он сказал, что мы сделались позорищем, зрелищем, как по-немецки, для мира ангелов и людей. Неплохо. Ну ладно, у людей понятно. А у ангелов, их уничижение, характер их служения, он в чем-то даже для ангелов был удивительным. Как они шли за Богом. Но они шли за Богом, как Христос. А как шел Христос? У него была очень интересная жизнь. Он родился, его положили в кормушку для скота. Это сегодня детские ясли, это домик построенный, где нянечки детей ласкают. Это была настоящая кормушка для скота. В бедных условиях. Ему не нашлось места в гостинице. Это его образ. Он всегда, как специально, оказывался в тех местах, где земной привлекательности не было, но где были нуждающиеся люди. И среди земного унижения он мог явить свою любовь. Так было, когда он омыл ноги. Ведь и сегодня многие говорят, зачем во время вечери ноги омывать? Такое святое служение, и в этот момент такая низкая, низкая его часть. Так это как раз и есть образ Христа. Это и есть его образ. Он не выходил, как римские папы или православные патриархи. Он не выходил так. Он был слугой. Он брал то, что казалось бы непривлекательным. Но за этим стояла сила. У нас в Германии там один брат, он учится, и, видимо, сейчас уже месяцами закончит эту магистрскую диссертацию по богословию. Я с ним разговаривал. Говорю ему, Петр, слушай, ну расскажи, как это было. Он говорит, у меня, говорит, был момент, когда я думал, что я уйду из этой семинарии. Они начали разбивать омывание ног. И давай со всех сторон это критиковать. Он говорит мне, ты будешь это делать теперь. Но он говорит, я же не могу это сделать. Они все смеются над этим. И профессора смеются. И студенты смеются. А там не так принимают. Там надо чуть ли 10 лет пастерства иметь. Это все люди не со школьной скамьи. Они все это перекладывают по-своему. И он говорит, понимай, я сейчас скажу, что я думаю, они меня выгонят. Но я решил, что я так сделаю. И он сделал. Он взял тазик, ведро с водой, полотенце и пошел на эту тему доклад делать. Он говорит, сидит там профессор, а второй сидит в рядах. Двое. Я, говорит, подхожу к нему, поворачиваю его, снимаю с него ботинки, снимаю с него носки, начинаю мыть ему ноги. Вымыл, вытер, оставил, пошел второму профессору мыть. Когда я эту процедуру, значит, сделал, ну, эти все были настолько шокированы и рассердились. Что ты делаешь? Этот первый стоит и говорит, все, Петр больше на эту тему не отвечает. Вы все знаете мое мнение, но то, что я сейчас пережил, это больше моего понятия. Закрываем эту тему. Он говорит, я остался дальше писать магистрскую диссертацию. Понимаете, это нужно сделать. Я видел такое же в школе Кленденна, когда один американец, он, первый раз, я даже не заметил, он первый раз прошел на вечере, не омыв ноги. Я ему сказал, что я не буду тебя ничего заставлять, но это не по слову. И второй раз, когда мы совершали, знаете, он был такой здоровый, наверное, мне было метр восемьдесят пять. Он выглядел как шкаф. Вот. И когда второй, когда мы, значит, омывали второй раз ноги, мы опять не следили так уж очень за ним. Ну, что они составлять, если они ничего не понимают. И вдруг он вышел и по-английски показывает мне ноги. Вы знаете, когда мы совершали вечерю, он плакал, как маленькая девочка. У него четыре ручья по каждой щеке шло. Он омыл ноги. Я понимаю, этот человек уехал. Он не забудет никогда. Это имидж. Это образ. Кто я? Пастор, который во меня видит? Или идущий униженным путем. Он всегда так делал. Людям, человеку, плотскому ему нравятся прекрасные соборы. Им не нравится Кельнский собор. Красивейшее сооружение. Но я больше всего люблю наши маленькие служения. Молитвенные служения. Я могу вполне наслаждаться красотой Шпайерского собора. Хотя мне эти большие соборы, как собор Парижской Богоматери или Кельнский не нравятся, потому что они превратили просто в базар. Извиняюсь за выражение. А в принципе, красивые есть церкви. Вот когда ваша молодежь у нас была, я специально их отвез в церковь XIII века деревенскую. Показать, какие были старые немецкие церкви. Но не это меня привлекает. У человека Плацкова ему хочется вот это величественное, торжественное. А духовный человек, он хочет выйти за стан. Любя поругание Христово. И это настоящее христианство. Я не буду судить тех, которые в каких-то церквях находятся. Бог знает. Но сердце, любящее Христа, так я понимаю, оно будет это любить. И такими были люди во все времена. Это была наша гонимая церковь. Это сегодня же встречается в китайской церкви. Этими были пуритани, этими были ранние минониты. Этим отличались многие подвижники, реформаторы, служители церкви, которые выходили, выходили за рамки привычных вот этих огромных сооружений для того, чтобы, неся поругание Христова, служить Господу и нести тот образ раба, которые они видят в Христе. У него все время так было. И распит он был среди разбойников. И находили его все время среди мытарей. Это не потому, что он пошел, как кто-то говорит, я как Христос, пошел на дискотеку. Да нет. Он не на дискотеку пошел, как Христос. Его сердце туда тянет. Но Христос там оказывался, потому что он нес на себе поругание этого мира и нес свет Евангелия. И мы с этим сталкиваемся, когда нам трудно проповедовать, когда нас поносят. Но вот этот образ Господь хочет, чтобы он у нас был. И этот образ, он проявляется в двух вещах. Этот образ, он проявляется в отношении мужа с женой. Это тоже очень многие люди не любят. Это большая проблема, вопрос семейный. И он проявляется совершенно другим способом в вечере. Вспоминание его страданий, соединение с ним и причастность его тела, его крови. Знаете, есть такой псалом, в котором поется «Вся моя жизнь» это несколько слов тихой молитвы перед причастием. Настоящее участие в вечере оно человека сокрушает. делает Христа великим перед ним и делает его зависимым от Господа. Вот об этом идет речь. Но начинается оно с другого. Оно начинается с том, что женщина создана для мужчины. Тут стоит муж, жена, тут стоит муж и жена. Это слово, оно по-русски так употребляется, но здесь имеется в виду мужчина и женщина. Но здесь имеется в виду то слово, которое стоит на греческом, это значит лицо женского пола, но не ребенок. Но не ребенок. В этом смысле, когда говорится о вот это слово «жена», то может быть девушка, созревшая девушка уже, но не ребенок, не такой маленький малыш. Когда человек становится уже не просто ребенком, а становится девушкой, когда мы понимаем, что она уже взрослеет, будет скоро невестой, в принципе, способна давать жизнь кому-то. Но вот там стоит это слово на самом деле. Вот. Я понимаю, что это образ. Покрытая голова это образ. Это то, как я понимаю свою подчиненность. Это то, что я выбираю. Это значит, что действительно я согласна быть, понимать, что, я сейчас говорю со стороны сестры, что человек создан, женщина создана для мужа, для мужа, и она согласна это положение принимать, и она согласна этим жить, как человек, счастливый, потому что он для этого создан. Это не славный образ в глазах этого мира. Поэтому этот мир и хочет, чтобы были с покрытыми головами, чтобы были со стрижками, чтобы были эмансипированными, не понимая, что при этом приходит огромная беда. Огромная беда. Тогда, когда женщины становятся эмансипированными, понятно, что такое эмансипированные, да? Вот, уравненные в правах, получается картина, которую я однажды наблюдал под Москвой на Щербинке. Там стояло десять женщин с здоровыми такими молотками, они забивали гвозди в шпалы, и стоял один, значит, мужчина, который говорил, бабоньки, давайте. Я подумал, точная картина советской эмансипации. Куда угодно загонят, в шахты, на самолеты, что угодно, только ненормально, ненормально делать свое дело, которое очень важно, очень важно. Знаете, мы, когда наставляем служителей, то мы очень часто говорим, братья, и женам это тоже говорим, служителей, когда-то вы встанете получать венец, о котором Женя говорил, но половину венца вы отдадите своей жене. И я тоже так понимаю. Отдадите половину своего венца. Это не так просто, но это очень важно. Это своего рода тыл. Вот у Моисея с тылом оказалась проблема. у него оказалась проблема. Когда она поняла, она сказала, ты жених крови у меня по обрезанию. Но это свое место. Понимаете, оно не значит, что человек ниже, хуже. Нет. Величие в Царстве Божьем вообще не связано со способностью командовать. Величие в Царстве Божьем связано со способностью служить, умоляться, быть меньшим. Был такой случай, когда в одной церкви Господь дал такое откровение, что здесь среди этих людей находится человек, который получит от меня огромную награду. Ну, служитель стал об этом думать, он трудился больше всех, у него появилась такая, ну, не совсем правильная мысль, что это он. И он что-то стал приносить Господу, а Господь ему говорит, совсем и не ты. И он тогда стал молиться, ему стало интересно, кто этот человек. И Бог ему указал на старушку. И тогда он подошел к ней и сказал, сестра, вот мне Бог так открыл, что это откровение относится к тебе, скажи мне, чем ты служишь Господу? Я? Ну, ничем, сыночек. Ну, молюсь за тебя, молюсь за братья, делаю это постоянно, знаешь, спать не могу, всю ночь молюсь. Понимаете, очень много, я тоже очень ценю людей, бабушек, которые тогда не были бабушками, которые смотрели на меня, только что пришедшего в церковь студента, я был в половину худее, чем я сейчас, и говорю, этот немощного брата, Господи, укрепи. Они плакали, когда я плакал, они знали все мои недостатки, я их и не скрывал, мы вставали, начинали молиться, и он, Леня, кивает головой, он помнит это. Вы видите, у меня даже свидетель, есть свидетельство двух, естественно. Потом этого немощного брата Бог стал ставить, как одна сестра сказала. Если Бог и хотел в нашей церкви прославиться, то он выбрал Ричарда, как самого немощного, и всем было ясно, что это он, что это Господь. Вот он начал ставить, а бабушки молились, а бабушки молились. И когда я приехал в Москву, вот сейчас на похорной, эта старица просто обняла меня, говорит, я тебя поцелую, я с тебя по-прежнему молюсь. Вы знаете, там кроме слез ничего нет. Я знаю, что многое из того, что мне Бог дает, оно обеспечивается молитвами этих людей. Вы понимаете, иметь на себе платочек, как знак власти. Это не позор, не унижение. Это любовь к путям Христа. Оно отражает честь женщины. Этому учит природа. Здесь не говорится, что длинные волосы вместо покрывала. Здесь говорится то, что даже у неверующих женщин, если волосы длинные, это красиво. Это красиво. А у нас то, что по природе красиво, должно быть по вере нашим украшениям. То есть покрывало. Оно совсем не обязательно должно все это утрироваться. Конечно, кто-то, он хочет везде быть в платочке. Слово Божие говорит, пророчествующий, молящийся. То есть на служение. Когда Бог использует, когда человек молится, когда человек служит. Вот. Не надо утрировать такие вещи под душем, но в платке. Это не нужно делать. Вот. А некоторые такие замашки бывают. Этого не нужно делать. Вот. Остальное усматривается дома с мужем. Считай, или пришли вы к выводу, что ты будешь везде ходить, в платочке на улице, везде. Ну, хорошо. Вот. Но слово этого не требует. Однако там, где идет служение, там, где люди молятся, я бы не хотел отказываться с покрытой головой. Хотя мне иногда приходилось. И не только здесь, у стены плача, а зимой приходилось молиться. Не всегда можно шапку снять. Когда на улице минус 40, то не всегда получится долго молиться с непокрытой головой. Но я всегда себя чувствую немножко дискомфортно. Я понимаю, что любая сестра, взрослая сестра, не ребенок, она это чувство дискомфорта тоже должна переживать. В этом нет ничего такого плохого, унизительного, что она создана для мужа. Так же, как то, что для него сождана жена, для мужа накладывает большую ответственность. накладывает большую ответственность. Быть главой это не значит быть этим самым генералом, фельдмаршалом. Это означает, что Христос наша глава. Мы не так часто слышим, что видим, чтобы он стучал кулаком по столу и судил нас. Но мы видим, что он находит подходы, умеет нас питать, умеет нас обличать, умеет нас исправлять. И он наша глава. И это серьезная вещь. Как, что жены должны повиноваться своим мужьям, как церковь Христу, как Христу. От этого зависит наше отношение. Так же, как любовь мужа к жене, она показывает, есть у его сердца любовь или нет у Христова. Потому что жены должны быть любимы своими мужьями, так как церковь любима Христом. Я думаю, здесь понятно, я не буду дальше останавливаться и не собираюсь. Но это именно образ. Это имидж. Не случайно немцы, немки, они говорят, ваши женщины как турчанки. Потому что им кажется это позорным и унизительным. Но это не позор и не унижение. Это не позор и не унижение. Мне пришлось в моей жизни склонить свои колени, чтобы омыть ноги перед человеком, который в момент моего прихода в церковь невольно сделал такую вещь, из-за которой у меня чуть не возникли сильные препятствия прийти в церковь. Это сейчас не важно, с чем это связано. Но его какие-то были вещи сделаны так, что оно создало мне очень сильные препятствия. И когда я первый раз склонялся, чтобы омывать ему ноги, вдруг мне пришла такая мысль. «Никогда бы я не подумал, что столько лет спустя я буду этому человеку с такой нежностью и любовью ноги омывать». Омывать ноги, быть подчиненным, это не позор. Это не что-то такое скверное. Это слава Христа, который не почитал хищением быть равным Отцу, но уничижил себя, смирил себя, принял образ раба, уничижил тебя до смерти и смерти крестни и по виду стал как человек. Это то, что Бог хочет от нас. И это не дает никакого основания кому-то из братьев, я думаю, что так оно и нету, превозноситься. Потому что этот образ, он всем нам должен быть дорог. И вторая сторона, это вопрос вечери. Это вопрос вечери. Вот. Это тоже вопрос наших отношений с Христом. Это вопрос наших отношений с Христом. Вот. Апостол Павел не случайно пишет, пишет такие слова. Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, которой предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, примите и едите, сие из тела мое за вас ловил, сие творите в мое воспоминание. Так же и чашу после вечери и сказал, сие чаши и снова вызовет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. И во всякий раз, когда вы едите хлеб сие и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Я начну с последнего стиха. Был такое время, когда мне приходилось объезжать деревни под Москвой. Это были 70 километров надо было ехать за Москву, а потом еще от деревни к деревне по 3-4-5 километров идти, потому что там жили одинокие сестры, которые уже не могли ходить в служение. Я брал с собой пару человек, несколько братьев, несколько сестер, чтобы мы могли ноги омывать. И мы шли к этим людям и собирались там. И нас было 4-5 человек, примерно так. И очень часто я прочитывал это место и говорил, это место мне говорит, что Господь сегодня смотрит на нас здесь. Потому что мы возвещаем смерть Господню не на евангелизации, а мы возвещаем смерть Господню перед Богом, что мы им живем. Мы вспоминаем смерть Его и страдания Его. Мы ставим в центре нашей жизни то, что Он сделал ради нас. Его поругание и посрамление, хотя мы знаем, что Его смерть неразрывно связана с Его воскресением. Но я понимаю, что вспоминание смерти Христа, понимание того, что мы исповедуем, что смерть Христа есть смерть нашей смерти и жизнь нашей жизни, оно сокрушает сердце при Нем. Оно сокрушает сердце при Нем. Оно приводит человека в какое-то такое состояние, которое очень трудно даже объяснить. Оно связано в частности с богословским пониманием этого явления, как оно принято в нашем братстве, как оно далеко не всеми понимается. Почти весь западный протестантский мир, он, обжегшись на католицизме, действительно была проблема, они стали отрицать все вещи, которые эта церковь говорила, она действительно не совсем правильно говорила. Они предавали Евхаристии, и сейчас предают слишком такой магический характер, но они стали сводить это служение просто к символам, что там нету никакого тела, нету никакой крови, это просто воспоминание, это просто символ, тогда я могу это не делать. Есть такой символ рыбкой, очень многие германии его делают, у меня на машине нет рыбки, но я христианин, хотя они наклеивают себе эти рыбки сзади, сзади значит и и ездят, показывают, что у меня этой рыбки нету. Мои дети на свою машину наклеили слово шалом, чтобы показать свою любовь к Израилю, и даже учительница музыки, которая к ним приходит, еврейка, она говорит, ну где ваша машина шалом, хотя она не шалом, а Тойота, вот, но у меня нету этого на машине, но это не значит, что я не люблю Израиль, символ он немного дает, а действие веры дает очень много. Когда человек принимает крещение, когда Найман опускался в воды Иордана, это не символ это был акт веры, это было послушание, это было принятие того, что я не все могу понять, но перед этим сокрушаюсь, этому покоряюсь, этим живу, и это меня благословит. Как получилось с Найманом? Конечно, когда мы молимся за тело и за кровь, хлеб не превратится в мясо, и у вина не появится запах крови, но в каком-то непонятном и таинственном смысле, который не может усвоить гордый человеческий ум, но от которого радуется верующий дух и верующее сердце, мы понимаем, что мы действительно приобщаемся тело и крови Христа. Я не знаю, это тоже внутренний имидж зависимости от Христа, любви к Нему, постановка в центре нашей жизни Его страданий. Это то, что Бог хочет, чтобы оно глубоко касалось нас. Это жертва Христа, это наша зависимость от Его крови, это наша любовь и благодарность Ему, этот образ уничиженного раба. То, что Павел говорил, подражайте мне, как я Христу. Интересно, что он не случайно говорил о том, что к этому служению надо подойти с готовностью, кто будет есть и пить себе недостойно, будет есть и пить себе в осуждении. Не так, как некоторые люди думают. Я принял причастие, мне Бог простил грехи. Если я принимаю причастие, не только согрешив, но даже пренебрегая братом, так как там иной голоден, другой объедается. У них, видимо, оно немножечко было по-другому в общем ходе. Где-то они устраивали после этого или до этого вечера любви. И кто-то чувствовал себя более вольготно, потому что он много принес, а кто-то, может быть, был бедный и не мог принести. Так он говорит, пренебрегая церковью Господней, вы делаете себя виновными пред Христом. то я думаю, что эти две вещи, они для нас очень важны. Я понимаю, что причастие или вечеря, оно напоминает нам, что вся наша жизнь сокрыта в Христе. Что это действительно не просто какие-то просто внутренние переживания, но в этом есть желание жить от Христом. И мы благодарны Господу, что Он нам это оставил, что подготовка к этому служению, она должна быть действительно чистой, она должна быть действительно чистой, хотя мы внутренне должны быть всегда готовы принимать вечерю. Я говорю это в том смысле, что Христос придет однажды и будет речь идти не о вечере, а о восхищении. Если мы к вечере не готовы, как мы будем готовы к восхищению? Хотя есть некоторые превходящие обстоятельства, которые, может быть, мешают человеку принять вечерю в данный момент. Но это другой разговор, мы сейчас этого не будем касаться. однако я не хочу очень-очень сильно разбирать эти места, а я бы хотел бы, я не знаю, насколько мне это удается, я хотел бы, чтобы мы обратили внимание, что эта глава, она обращает наше внимание в глубокую внутренность человека. И даже слова о том, что разделения должны открывать искусных, оно показывает, что Павел на это обращает внимание. он обращает на это внимание, знаете, вот что значит разномыслие, разделение недопустимое, а разномыслие открывают искусных. Вот есть человек, он уверовал, он говорит, я благодарю за все Господа, я хожу в свободе, а есть человек, который говорит, я благодарю тебя, Господь, за все, я хожу в свободе, но я в этой свободе, хочу совершать свое спасение в страхе и трепете, я хочу у тебя учиться, я хочу быть кротким, потому что ты кротких научаешь правды. И потом вот в этих разномыслиях внук обнаруживается, что кто-то знает Бога, кто-то знает Его пути, чьи-то чувства приучены навыкам к развлечению добра и зла, а кто-то ходит по этим путям поверхностно. Я понимаю, что эта глава очень во многом говорит вот об этом внутреннем нашем состоянии, служении Богу в духе, характере нашего духовного состояния, но, конечно, нельзя этим исключить того, что оно прямым текстом говорит о том, что женщина должна быть послушна, не замужняя дочка, а должна быть послушна своему отцу, жена должна быть послушна своему мужу, сестры в церкви, если они одинокие, они все равно должны быть послушны своим служителям, вот, оно говорит о том, что этот знак должен быть на голове для ангелов. Почему для ангелов? Я думаю, для ангелов этот порядок, он вообще составляет серьезное свидетельство нашей духовности, потому что ангелы, архангел Михаил не смел произнести укоризненного суда на дьявола. Почему? Этот порядок оставался для него значимым, хотя Бог уже дьявола отверг. Понятно, да, о чем я говорю? Это серьезная вещь, это свидетельство, не потому что ангелы не могут отличить замужних от нежамужних, таких вещей не нужно думать, они достаточно мудрые существа, чтобы понять, где замужняя сестра, где незамужняя, и не ошибиться в этом вопросе. Можно, конечно, это отнести к пресвитерам, вот, или к служителям церкви, тоже можно, но все равно я думаю, я думаю, что служители знают своих сестер и без головных уборов, кто из них замужем, и кто не замужем. Это тоже так совсем нельзя, но есть здесь какие-то вещи, которые, может быть, важны в церкви, важны для служителей, но они важны перед Богом, к которому вы приступили, перед этим духовным миром, они важны в том, как мы относимся друг к другу, буквально это исполняем, они важны в том, в том, как мы принимаем установление вечери. Но это я специально оставил в стороне, я думаю, что в следующий раз братья это коснутся, но я хотел немножко с другой просто стороны посмотреть, что за всей правильной, фактической стороной, что мы нуждаемся быть в этом научены, в наши сердца должно войти сокрушение, сейчас, Аш, ты спросишь, сокрушение, благоговение, вот этот умоленный, униженный, кроткий дух, в котором есть величие Христа, зависимость от Него, в котором наша жизнь, покорность, там, где Бог от нас ее спрашивает, в котором есть их жизнь. Я хотел бы просто вот на эту сторону обратить внимание, я, конечно, ушел с темы, так как она разбиралась, я думаю, братья это скажут, но мне вот эту сторону хотелось чуть-чуть высветить, со что у тебя был за вопрос? Ну, вообще, вопрос не по теме как мы сейчас говорили, но вообще, вопрос, что по ней храновому завету нужно? Ну, попробуй. Он там написано, будьте нудрегать змеи, просты, как Бог. Я вот, ты не могу пытаться подумать на эти вопросы, не понятно, как это, нудрегать змеи, это такие змеи со зла, и все все-таки свинученикам за то, будьте нудрегать змеи, просты, Бог. Можно ли как-то рассказать? Я думаю, что здесь не нужно сразу сравнивать змеев, змеев, да, с сатаной, просто я по-другому это скажу. Я сначала скажу это примером. Я скажу это сначала примером. Когда меня судили, нас с Степаном Григорьевичем судили, так будет правильнее сказать, то наши сёстры подслушали разговор двух офицеров КГБ. Они между собой разговаривали, а один из них говорит другому, слушай, вообще я, говорю, смотрю на этих людей, они никакие не изуверы, они в принципе здравые люди, но я одно не могу понять, почему они не хотят с нами сотрудничать и регистрироваться. Это бы только их конфессии помогло. А тот ему говорит, ты, говорит, не понимаешь этих людей. У нас, говорит, с тобой какая психология? Мы хотим быть в этом мире как львы среди овец, а они хотят в этом мире быть как овцы среди львов. Ты это никогда не поймёшь. Он правильно сказал. Здесь речь идёт о каких-то образах, а не о буквальном, да, а не о буквальном, а не о буквальном выражении, что мы должны в чём-то подражать сатане. Здесь речь идёт, что Христос хотел показать, да, я не такой большой специалист в области змей, я не такой большой специалист в области голубей, просто скажу. Но в поведении этих животных есть какие-то качества, да, какие-то качества. Ну, я не знаю, некоторые братья говорят, что змей, когда его заговаривают, он ухитряется свои уши хвостом закрывать, что мы также должны противостоять влиянию греха. А я понимаю, что Христос этим примером Он показал нам определённую вещь. Он показал нам, что в нас должна быть простота, как Он показал на этих птиц, и в нас должно, ну, как сказать, и вместе с тем в нас должно быть что-то, в чём мы не будем в этой простоте глупыми. Это очень трудно понять, как это совмещается, но во Христе это совмещается. Мы не должны быть младенцы по уму, мы должны быть назлое младенцы, как сказал апостол Павел. И Господь совсем не хочет, чтобы мы были такими бессмысленными, глупыми. Вот Господь хочет, чтобы у нас было рассудительное знание, да, и на тех примерах, которых, таких, такого характера притч, которым Господь это, на этом объяснял, это был очень удачный пример. Для людей, для людей просто в их психологии, существует такое понятие, как змеиная хитрость. То есть, что змея, это не такое простое существо. Он это просто показал. Я не думаю, что там дальше нужно очень далеко идти. Я вообще-то сам понимал, что Господь хочет, чтобы мы были мудрыми, и там простыми, и все это все нормально. Но не важно, что Иисус хотел подчеркнуть в этих животных, какое качество, вот именно конкретного. Он не хотел качество показать, он хотел на примере этих животных, просто, как это было понятно людям, да, он хотел на этом что-то показать. Я тебе другой пример приведу. У нас был, я немножко это даже говорил, у нас был такой разговор, как понимать место, рожденное от Бога, не грешит. Как это может быть? Что, не падает никогда? Один брат очень удачно сказал, он встал и сказал, есть разница между свиньей и овечкой. Овечка может упасть в грязь, и будет из нее вылезать, а свинья любит ложиться в грязь. Здесь не разбор качеств свиньи и овечки. Здесь просто каждому понятно, как эти животные себя ведут. И это наглядно. Когда мы сидели на горе, на горе, где Христос сказал на горную проповедь, я прежде, чем разбирать эту на горную проповедь, вот кто был, а не помнит, я посоветовал посмотреть на озеро Кинерет, на небо, на противоположный берег, на краски цветов, и на птиц. Потому что он не занимался, Христос, ботаникой, не занимался зоологией, но он людям показывал то, что вокруг них все было. Понимаешь, я знаю, у нас были в Москве братья, которые работали с животными. Они такие прекрасные проповеди, на примере, коней рассказывали, я ни одной не могу сказать. Для меня лошадь, это, ну, я понимаю, что такое лошадь, но я не понимаю очень многих вещей в этих животных. А эти люди, они знали, они такие вещи рассказывали любопытные, мне было самому интересно. Но я не смогу этого повторить. Христос, просто видя этих животных, указывая на них, да, то, что людям было видно, что, скажем так, змея не простодушна, да, не совсем такая примитивная, а голубь наоборот. И он показал, что из этих двух противоположных качеств складывается то, что он хочет видеть в нас. Это может делать только Дух Святой. А здесь я просто, я даже и не думаю, что в эту сторону надо сильно углубляться. Да, я думаю, понятно, да? Я не думаю, что в эту сторону, но надо извлечь самый смысл, что мы должны быть просты с одной стороны и мудры с другой стороны. Это не человеческая мудрость, не мирская мудрость. Но некоторые люди, они любят показать себя как парень-рубаха, знаете, такое понятие, да? Очень таким простым, примитивным, но Бог совсем не это спрашивает, потому что на добро нужна мудрость. Поэтому он сказал, в этой жизни нам очень часто нужны такие вещи. Очень часто нужны такие вещи. Вот, я просто приведу один пример. Может быть, это будет тебе. Когда меня судили, и мне надо было идти на один из, на один из этих, значит, судов, вдруг мне Господь кладет на сердце, возьми с собой карманный справочник атеиста. Ну, побуждает я карманный справочник атеиста в карман и на суд. Он, значит, встает и говорит, Ричард, Ричард, у нас к вам есть вопрос. Я говорю, вас слушаю. Вы пятидесятники? Ну, да. У вас, они пытались показать, что мы наносим вред верующим людям их психике. И одна из этих, одна из этих нарушений психики говорили на иных языках. И он мне говорит, у вас гласололия есть? Это они так называют говорение на языках. Я в тот момент понял, зачем мне Бог взял справочник. Я говорю, гласололия? Ну, да. Я этот справочник вытаскиваю, открываю и говорю, гласололия, это вы имеете в виду вот это, что здесь написано? А что там написано? Я говорю, гласололия, это бессвязывание, выкрикивание, не членораздельных звуков, значит, которые у некоторых сектантов выдается за вдохновение. Да, да, да. Я говорю, это у нас нету. Как нету? Как нету? Вы пятидесятники? Да. У вас должно быть это. Я говорю, вот это да. Я говорю, этого у нас нету. У нас есть то, что написано в Библии. Понимаешь, Саш? Оно, вот оно Бог так дал, оно действительно никакое, никакое примитивное. Я бы не догадался так сделать. Но Бог это вложил. Вот об этом примерно говорится. Понятно, да? Хорошо. Помолимся, да? Будем молиться, уже время идет. Спасибо. 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 Спасибо.